Анализ крови на панкреатическую альфа-амилазу. В лабораторных условиях панкреатическая альфа-амилаза исследуется в двух видах биологических жидкостей – в сыворотке венозной крови и в разовой порции мочи. Анализ выполняется колорометрическим кинетическим методом. Наиболее частой сферой применения данного исследования является гастроэнтерология, так как результаты отражают состояние и функционирование поджелудочной железы, а также кишечника, печени, желудка. В урологии для оценки работы почек используются данные анализов на панкреатическую альфа-амилазу в крови и в моче. Таким образом, панкреатическая альфа-амилаза является специфическим маркером заболеваний поджелудочной железы. Также увеличение ее концентрации в биологических жидкостях определяется при нарушении целостности клеток и аичников, кишечника, мышц, скелета, печени, легких. Эти органы содержат небольшое количество фермента. Альфа-амилаза панкреатическая в крови – один из показателей, который отражает целостность и функционирование поджелудочной железы. Определяется в рамках комплексного биохимического исследования. Панкреатическая альфа-амилаза п – изофермента мелаза общий, который синтезируется в анкреоцитах в секреторных клетках поджелудочной железы, а затем поступает в начальный отдел тонкого кишечника. Основная функция – расщепление полисахаридов до мальтозы. В норме в крови обнаруживается небольшое количество панкреатической амилазы, а ее выведение происходит с мочой. При разрушении ткани поджелудочной железы активность этого фермента в сыворотке и мочи резко увеличивается. Альфа-амилаза панкреатическая – фермент пищеварения – одна из разновидностей амилазы, вырабатываемая поджелудочной железой. Исследование уровня амилаза панкреатической широко применяется в гастроэнтерологии и проводится вместе с анализом на липазу амилазу в сыворотке общую и в матче. Результаты используются для диагностики и мониторинга эффективности терапии патологии поджелудочной железы, в особенности в послеоперационном периоде, а также для выявления заболеваний слюнных желез, бронхов и яичников. Материалом для анализа является венозная кровь. Исследование проводится энзиматическим калориметрическим методом. Для взрослых людей нормальными считаются показатели до 53 ЕТЛ. Готовность результата – не более одного рабочего дня. Показания и основным показанием для назначения теста на панкреатическую альфа-амилазу в крови являются острые или хронические панкреатиты и другие патологии поджелудочной железы, приводящие к повреждению ее клеток. Исследование проводится при подозрении на развитие злокачественной опухоли органа, очагового панкреонекроза, закупорку протока опухолью или камнем, а также после перенесенных травм брюшной полости. Результаты используются не только для первичной диагностики этих заболеваний, но и для мониторинга состояния пациентов в процессе лечения. Основанием для направления на анализ служат жалобы пациента на сильные абдоминальные боли, рвоту, слабость, головокружение, повышение температуры. В рамках комплексного обследования анализ на альфамилазу панкреатическую в крови показан при почечной недостаточности макроамилазами. После операции на почках, в том числе после трансплантации. Результаты интерпретируются в сочетании с данными теста на амилазу общую в сыворотке и мочеамилазу панкреатическую и моче и другими биохимическими показателями, отражающими особенности выделительной функции почек. Повышение концентрации ферментов в крови происходит при воспалении или нарушении целостности органов, расположенных рядом с поджелудочной железой. Поэтому анализ выполняется при остром аппендиците, прободении язвы желудка или кишечника, перитоните, разрыве аневризма, аорты, внематочной беременности и ее осложнениях, холангете, холестазе, гепатитах, различной теологии, непроходимости кишечника, муковисцидозе. Исследование панкреатическое амилазание назначается при состояниях с выраженным или полным отсутствием здоровых клеток поджелудочной железы. На поздних стадиях рака после операции по удалению органа при хроническом прогрессирующем панкреатите. В этих случаях синтез фермента снижается или прекращается. Также данный тест не применяется для оценки обширности некротизации. Забор крови для анализа не может быть выполнен при патологиях свертываемости крови, состояниях с моторным или психическим возбуждением, выраженной анемии или артериальной гипотонии. Преимуществом теста на панкреатическую альфа-амилазу в крови является его высокая специфичность в отношении патологии поджелудочной железы. Забор материала его исследования не требует применения сложного оборудования, процедура анализа выполняется в короткие сроки. Основное ограничение данного теста – недопустимость изолированной интерпретации полученных результатов. Для постановки диагноза и оценки состояния пациента в ходе лечения требуются данные комплексного обследования. Подготовка к анализу и забор материала. Биоматериалом для исследования является сыворотка, выделенная из венозной крови. Забор материала обычно производится в утренние часы, натощак. Последний прием пищи должен быть совершен не меньше чем за 12 часов до взятия крови. За 30 минут нужно исключить курение, физические и эмоциональные перегрузки, за неделю приемы алкоголя и лекарственных препаратов по возможности. Забор крови, как правило, выполняется из локтевой вены при помощи шприца или вакуумной системы. Пробирки плотно закрывают, помещают в боксы и отправляют в лабораторию. Перед исследованием из крови выделяют сыворотку. Выявление в ней уровня панкреатической альфа-амилазы выполняется кинетическими калориметрическими методами. По скорости реакции с субстратом оценивается активность фермента. Подготовка результатов анализа занимает не более одного рабочего дня. Нормальные значения в норме у пациентов старше 18 лет концентрация панкреатической альфа-амилазы не превышает 53 ЕТЛ. У детей первого года жизни этот фермент синтезируется в небольших количествах, референсные значения не более 8 ЕТЛ. До 10-летнего возраста нормальными являются показатели не выше 31 ЕТЛ, до 18-летнего – не выше 39 ЕТЛ. Незначительное повышение концентрации панкреатической альфа-амилазы может произойти на фоне приема картикостероидов, нестероидных, противовоспалительных средств, наркотических анальгетиков, оральных контрацептивов, фуросимидокаптоприла. Поэтому для получения достоверных результатов необходимо по возможности приостановить их прием. Причиной низких показателей анализа может стать высокий уровень холестерина в крови. Повышение уровня причиной выраженного увеличения активности альфа-амилазы в крови является острый панкреатит. Концентрация фермента возрастает спустя несколько часов после повреждения тканей поджелудочной железы и сохраняется до 5 дней. При хронической форме заболевания показатели повышаются умеренно. С течением времени, по мере того как все большее количество клеток органа становится нефункциональными, уровень панкреатической амилазы приходит в норму, а затем достигает ее нижних границ. Также причиной умеренного или выраженного повышения активности панкреатической альфа-амилазы в крови может стать травма поджелудочной железы, закупорка ее протоков камнем или рубцом, онкологическое новообразование в органе, эпидемический паротит, острый аппендицит, перитонит, прободение язвы желудка, разрыв фаллопиевой трубы при вниматочной беременности, кишечная непроходимость, холецистит. При макроамилазиме концентрация фермента в крови увеличивается, а в моче понижается или остается прежней. При декомпенсированном сахарном диабете поджелудочная железа получает повышенную нагрузку, что часто приводит к выбросу панкреатической амилазы в кровоток. Снижение уровня причина, снижение уровня панкреатической альфа-амилазы в крови, уменьшение количества нормально функционирующих клеток поджелудочной железы. Их становится меньше при прогрессирующей хронической форме панкреатита, разрастании онкологического новообразования, муковисцидозе. Панкреонекрозия – частицная или полная панкреатектомия. Причиной понижения активности альфа-амилазы в крови может стать прием некоторых препаратов, например, цитратов или оксалатов, а также повреждение клеток печени на фоне гепатита, отравление, в том числе алкогольного токсикоза беременности. Лечение и отклонение от нормы. Анализ на панкреатическую альфа-амилазу в крови имеет большое диагностическое значение в гастроэнтерологии, а также нефрологии и хирургии. Его результаты интерпретируются в комплексе с другими показателями биохимического исследования крови. Чаще всего лечением занимается гастроэнтеролог, назначает лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, очлеживает динамику заболевания. Физиологические отклонения показателей панкреатической альфа-амилазы в крови можно устранить при помощи питания, которое уменьшает нагрузку на поджелудочную железу. Во первую очередь необходимо ограничить потребление жареных, жирных, копченых, острых и слишком сладких блюд, полностью исключить алкоголь, кофе, табак. Принимать пищу стоит дробно, небольшими порциями. Прием любых лекарственных средств должен быть согласован с врачом, часто именно бесконтрольный прием препаратов приводит к увеличению концентрации фермента.